Здравствуйте! В эфире Новосибирские новости, в студии Лидия Захарова. Я и мои коллеги расскажем о наиболее интересном в жизни города. Вот некоторые темы выпуска. За биотехнологиями будущее. В Новосибирск приехали федеральные чиновники. После экскурсии в био- и медицинский технопарк пообещали внимание и поддержку местным проектам. Искусственный интеллект в помощь сердцу. Аппарат контролирует эффективность работы хирурга. Кардиологам стало проще справиться с аритмией. От мыльной оперы до драмы. На сцене красного факела премьера спектакля «Поцелуй». Режиссер специально приехал из Америки, чтобы работать с любимой труппой. В Новосибирске задержали замначальника департамента ЖКХ города. Чиновника подозревают в мошенничестве. По информации Следственного комитета, Сергей Елисеев потребовал вознаграждения в 5 миллионов рублей от управляющей компании за помощь в получении субсидий. Как сообщает пресс-центр муниципалитета, в департаменте сегодня проводили следственные мероприятия. Мэрия оказывает правоохранительным органам полное содействие. Сергей Елисеев отвечал за работу жилищной инспекции, технического отдела и отдела эксплуатации жилого фонда. Сегодня мэр на селекторном совещании с главами районов потребовал от подчиненных ответственно относиться к обязанностям муниципальной службы. Я обращаюсь ко всем. Если есть желание заниматься коммерцией, заниматься предпринимательством, закон сегодня это позволяет делать. Для этого надо оставить муниципальную службу. Занимайтесь, работайте. Не надо смешивать эти вещи, они недопустимы. Закон запрещает их смешивать. В Новосибирске будут активнее развивать биотехнологии. Сегодня в нашем городе для этого есть и кадры, и необходимая инфраструктура, есть и результаты. Новосибирские производители материалов для сердечно-сосудистой хирургии заняли прочные позиции на рынке. Это отметили во время рабочего визита представители правительства страны. Мы, конечно, хотели бы, чтобы в области появлялись предприятия-чемпионы, которые будут являться лидерами в соответствующих отраслях промышленности. Именно на это нацелена программа. Это и новые рабочие места, и налоги, конечно, и социальное развитие области в тех сферах, которые опираются на отличную научную базу, на огромный образовательный потенциал, на инновационные идеи разработки. Внедрение биотехнологий, востребованное и в сельском хозяйстве, есть запрос на аиммодомодуляторы и вакцины для животных, чтобы уменьшить падеж скота и сохранить полезные свойства мяса. Нужны и экологически безопасные препараты для защиты сельскохозяйственных культур от сорняков и вредителей. Создание более современных способов полной переработки зерна – также перспективное направление для Новосибирска. При общем снижении объемов строительства в Новосибирске и Центральный округ в прошлом году сохранил лидирующие позиции в этой сфере. В единственном городском округе не только возводят новые здания, но и благоустраивают дворы и ремонтируют дороги. А предприятия по итогам года показали прирост производства. Михаил Якимов с подробностями. Это перекресток Красного проспекта и улицы Писарева. В прошлом году главную магистраль города капитально отремонтировали отсюда и дома Чищенского шоссе. С проезжей части исчезла колея и появилась новая разметка. А над ней установили современные светофоры и знаки. Высокую оценку работе новосибирских дорожников поставили московские кураторы. В этом году ремонт предстоит продолжить и преобразить весь Красный проспект. Улучшают в Центральном округе не только транспортную инфраструктуру, но и условия жизни. За последние четыре года расселили и снесли 33 ветхих и аварийных дома. В этом году темпы планируют увеличить вдвое, дать новые квартиры жителям сразу 17 ветхих домов. В развитие округа вкладывают не только бюджетные деньги, привлекают частные инвестиции. Наметился некий перелом в сознании застройщиков, строительных организаций, когда с нашей подачей в мэрии мы убеждаем, что в связи с дефицитом городского бюджета, уважаемые строители, надо бы вкладываться в развитие социальной инфраструктуры. К первому сентября на Владимировском спуске планируют достроить и открыть школу для детей с нарушением слуха. Центральный округ – лидер в образовании. Центральный округ занял первое место по итогам Всероссийской олимпиады школьников. Мы часто становимся лидерами в других конкурсах – городских, областных, российских. Очень хорошие результаты показывают образовательную организацию округа по итогам ЕГЭ. В прошлом году 32 выпускника школ Центрального округа на едином государственном экзамене набрали по 100 баллов. Подобным результатом не может похвастаться даже научный центр Новосибирска – Советский район. Гимназия номер один, лицей номер девять и экономический лицей вошли в список 500 лучших школ страны. Михаил Якимов, Даниил Смирнов. Новосибирские новости. Рост цен на нефть повышает шансы на финансирование строительства новосибирского метро. Об этом сегодня рассказала депутат Государственной Думы Вера Гонзя. Но представитель бюджетного комитета отметила, что 22 миллиарда, которые требуются нашему городу на строительство двух станций и депо, за раз не получить. Конечно, таких денег сразу не найти ни в регионе, ни в муниципалитете, и Федеральный центр сегодня отказался от этой программы. Что касается Федерального центра, я внесла поправку в бюджет. Это должно быть на софинансирование 50 на 50 процентов, 2 миллиарда рублей. Председатель комитета по бюджету сказал о том, что да, эта тема назрела, эту тему нужно развивать, и мы в следующих бюджетах будем смотреть, как мы будем эту проблему решать вместе с правительством. По словам депутата, в выделении средств отказали, но российский бюджет этого года правительство рассчитало, исходя из цены на нефть в 40 долларов за баррель. Однако сейчас стоимость поднялась до 70 долларов. Полученные от этой разницы деньги будут распределять дополнительно. И депутат от фракции КПРФ будет отстаивать свою поправку, чтобы обеспечить строительство метро в крупных городах. Миллион семьсот тысяч нарушений правил дорожного движения зарегистрировали в Новосибирской области в прошлом году. При этом в ГИБДД говорят о том, что автомобильных аварий стало меньше. Снижены показатели аварийности с участием водителей в интервентном состоянии впервые за три года. Мы об этом говорили, что это одна из приоритетных задач. С участием водителей без документов, с молодыми водителями, категория, которая тоже находится у нас на особом контроле. Из-за нарушения скоростного режима, выезд на полустречном движении на трассах, с участием автобусов, мотоциклистов и пешеходов. В дорожно-транспортных происшествиях за прошлый год погибли около 300 человек, 10 из них дети. Дорожным полицейским удалось выявить более 12 тысяч пьяных водителей. В ГАИ совершенствуют технологии распознавания, сейчас разрабатывают мобильное приложение для фиксации нарушений. Системы динамического взвешивания большегрузов тоже дают результат. Мы стали фиксировать нарушения правил перевозки крупногварительных человеческих грузов. В настоящее время таких комплексов у нас установлено 5 на территории Новосибирской области. С двух мы уже получаем информацию. Вынесено более 300 постановлений по делу административного правонарушения. Три комплекса будут дооснащены уже в первом квартале 2017 года и запущены в эксплуатацию. Искусственный интеллект помогает хирургам из клиники Мишалкина лечить аритмию. Аппарат во время операции считывает информацию сердечной мышцы пациента и делает прогноз, эффективно ли работает врач или какая-то область сердца осталась без терапии. Анна Братушкина подробнее. Фибрилляция предсердия – распространенный диагноз в кардиологии. Помощь хирургу в лечении этого недуга – одна из задач искусственного интеллекта. Такая операция длится почти полтора часа. Все это время пациент в сознании сообщает врачам о своем состоянии. А об эффективности операции рассказывает специальная установка. Зеленое поле показывает, что врач работает правильно. А вот если область окрасится в красный, значит на нее нужно воздействовать еще раз. Эта машина – совместная разработка новосибирских докторов и врачей из Израиля. Аппарат с помощью специальных катетеров считывает информацию с каждого миллиметра сердца пациента. На основании этих данных установка координирует работу хирурга и даже предсказывает исход операции. Машина запоминает все эти параметры и, соответственно, затем, анализируя данные параметры с помощью математических моделей, может сделать прогноз. Прелесть заключается в том, что чем больше данных мы, собственно говоря, даем данной машине, тем вероятность прогноза эффективности оперативного лечения повышается. Установка помнит все операции, а еще получает данные из лучших клиник Чехии, Германии и Израиля. Машина учитывает весь опыт, анализирует его и работает точнее. В настоящий момент существует достаточно много различных систем, которые помогают хирургу выполнять данную процедуру. Однако, к сожалению, они не приносят стопроцентного результата. Как для хирурга, для меня это достаточно неэффективно, потому что я бы хотел пациента с первой процедуры излечить его, и чтобы опустить его и сказать, что вы излечены от этой аритмии. Сейчас аппарат используют вместе с традиционными технологиями. Установка координирует и предсказывает, но оперирует все равно хирург. За ним и остаются все решения. Врачи надеются, что в будущем, возможно, с ее помощью будут лечить не только аритмию. Анна Братушкина, Дмитрий Канн, Новосибирские новости. Количество погибших в пожарах увеличилось в четыре раза по сравнению с прошлым годом. В январе зарегистрировано уже восемь смертельных случаев. Больше половины погибли в частном секторе. Из этих пяти человек три человека погибли из-за неисправной электропроводки. Один человек по неосторожности при курении и один человек по вине печного отопления. Ситуация с пожарами и с гибелью людей на пожарах в городе складывается очень неблагоприятная. Уважаемые граждане, не курите, пожалуйста, в постели и не разбрасывайте непотушенные окурки. Окурки необходимо обязательно тушить и складывайте в какую-то негорючую емкость. Напомню, сейчас в Новосибирске объявлен особый противопожарный режим. Сегодня представители мэрии, администрации и МЧС проверяли безопасность частного сектора в Советском районе. Здесь с начала года произошло уже шесть пожаров. Один человек погиб. Исправить недостатки печного отопления помогает муниципалитет. Выделяют субсидии. Чтобы получить материальную поддержку, нужно обратиться в районную администрацию. В Новосибирской области высадился снежный десант. Сегодня стартовала всероссийская патриотическая акция. 300 человек поедут по самым отдаленным районам. У нас всегда попутный ветер, ведь мы бойцы отряда Север! Это очень интересно. Это дает какую-то энергию. Это на самом деле очень крутая акция. Это новые друзья, новые эмоции. Но это словами не описать. Это надо почувствовать. В снежном десанте участвуют 15 отрядов. В каждом районе они встретятся со школьниками, расскажут о новосибирских вузах, помогут пенсионерам и ветеранам расчистить снег, устроят концерты для жителей отдаленных деревень. Ради участия в этом движении в Сибирь приезжают даже студенты из других стран. Если честно, вот четвертый год, но первый раз было немножко страшновато, потому что первый раз приезжал в Сибирь. Где у тебя как стереотипа минус 50 градусов. Эти ребята на самом деле, мы уже стали одной семьей. И несмотря на то, что далеко, но друг от друга каждый год, каждый месяц общаемся, и я уже чувствую себя местным. Сейчас вот в зале есть ребята, которые уже закончили свою деятельность, как студенческих отрядов, стали уже нормальными работающими молодежью, а приезжают в снежный десант, берут отпуск и приезжают в снежный десант. Для меня вот это на самом деле внутренний феномен этой акции, когда люди бесплатно едут помогать. Историки и археологи Сибирского отделения Академии наук готовы выпустить первый том научного труда «Истории Сибири». Речь в нем пойдет о появлении человека разумного на этой территории. Труд, как обещают авторы, будет интересен не только научному сообществу, но и студентам и школьникам. Чтобы перебороть традиционные отношения к Сибири как к суровому краю, которое невозможно человеку на ранних ступенях его цивилизации освоить, в общем, оно благодаря работам археологов, прежде всего работам нашего института, теперь в корне пересмотрено, так скажем. Совершенно новый взгляд. За 50 последних лет взглядов на многовековое прошлое Сибири официальная наука почти не меняла, хотя подходы историков изменились. Сегодня ученые сходятся во мнении, что Сибирь в древности была центром зарождения и распространения жизни на континенте. Человек современного облика оселился на всей территории вплоть до Северного полярного круга, а климатические условия были схожи с современным Кавказом. Американский театральный режиссер русского происхождения Юрий Урнов поставил спектакль в Новосибирске. Пьесу «Поцелуй» о жизни современных сирийцев любят в Европе, а сам Урнов ставил ее в Вашингтоне. В России режиссер принципиально работает только с труппой «Красного факела». Чем новосибирские актеры так приглянулись, ему узнала Екатерина Макаркина. У меня идеальный мой фронтан, это идеальный мой фронтан, это правда, это правда, ты мне все безило. В «Красном факеле» премьера. Спектакль называется «Поцелуй». Сцена обтянута восточными коврами, а сюжет развивается по канонам мыльной оперы. Любовный здесь даже не треугольник, а квадрат. О любви персонажи кричат с надрывом, а ситуации вокруг них очаровательны в своей нелепости. Когда ты врезал свой пельсиновый дерево на гуси петь, ты курил, я всегда плакал. Эта любовная история совсем не то, чем кажется. Когда сюжет повернется, от улыбок на лицах зрителей не останется и следа. Важная деталь действия пьесы происходит в Сирии. Пьесу написал известный сценарист и драматург Гильермо Кальдерон. До начала работы над текстом о Сирии он знал только из новостных сводок. Теперь новое о стране предстоит узнать и новосибирским зрителям. О чем именно получился спектакль, решать тоже зрителям. До сдачи у нас были прогоны на зрителей. Это были абсолютно разные прогоны в зависимости от того, какой это возраст. Какие-то люди, и они абсолютно по-разному воспринимали этот материал. Поэтому это действительно диалог, потому что они меняют спектакль. Поцелуй режиссер Юрий Урнов уже ставил год назад в Америке. Там, в Вашингтоне, сейчас его основное место работы. Диалог с американцами, по признанию режиссера, получился о контекстах. Отношение к любой истории меняется, если находишь подводные камни. В «Красном факеле» Юрий уже ставил три спектакля. Последний – 15 лет назад. Вернулся снова из-за труппы. Я работал с несколькими очень хорошими труппами. Я думаю, что это самая хорошая труппа, с которой я когда-либо работал в жизни. Это абсолютно искренне. Театр пробился и на большой российский уровень, и на международный уровень. И есть планка. Ну, планка есть. Есть с чем сравнивать. Понятно, что этот театр сегодня не конкурирует со своими соседями, а конкурирует с крупными театрами «Морского» и «Берлина». На показы «Поцелуя» в феврале все билеты проданы. Но у тех, кто хочет лично разгадать загадку сирийской мыльной оперы, есть шанс пробиться в театр в марте. Екатерина Макаркина, Дмитрий Кабанов. Новосибирские новости. Это все новости, о которых мы успели вам рассказать. Быть в курсе событий поможет радио «Городская волна», частота 101,4 FM. Завтра вечером после выпуска новостей в 18.00 в прямом эфире мэр Новосибирска Анатолий Локоть расскажет о планах по развитию города в 2018 году и ответит на вопросы слушателей. А на сайте НСКНьюс.Инфо можно узнать о том, где в центре Новосибирска появятся платные парковки. На этом у меня все. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok